Различные квесты, участие в социальных акциях, сюжетные игры, где дети пробуют себя в разных ролях. Такие педагогические находки для детей 5-6 лет представляет на конкурсе «Воспитатель года» Юлия Чикова, педагог детского сада номер 97. Она отмечает, что именно в раннем возрасте детям нужно заложить основы социальной коммуникации, тогда им будет легче адаптироваться в дальнейшей жизни. Это, несомненно, важная часть вообще человека, потому что нам приходится постоянно взаимодействовать с другими людьми и показывать себя, предподносить себя. И моя педагогическая деятельность направлена в основном именно на формирование социально-педагогических навыков детей, чтобы вырастить успешных коммуникативных людей. В этом году определяют не только лучшего воспитателя, но и лучшего инструктора по физической культуре. Среди конкурсантов Виктория Гаджанян из детского сада номер 42. Раньше она была общим воспитателем, но затем решила расширить свои профессиональные навыки и прошла дополнительные подготовительные курсы, чтобы быть еще и инструктором. Ведущая деятельность в дошкольном учреждении у детей – это игра. И как раз физическое направление развития двигательной деятельности позволяет в полной мере дать возможность детям наиграться. Это подвижные игры, сюжетные, это спортивные какие-то мероприятия. Это уже третий финальный этап городского конкурса «Воспитатель года». До этого претенденты проводили самопрезентацию и урок с детьми из другого учреждения. В этом году конкурсу особенное внимание, поскольку он проводится в год наставника и педагога. В отдельную подкатегорию также выделены конкурсанты по направлению «Молодой воспитатель», которые только недавно стали профессионалами. Очень важно вовлечь их в эту конкурсную деятельность, зажечь их идеи, чтобы они остались в профессии и не ушли из нее. Конечно же, с этими молодыми воспитателями работает целая команда наставников. Они не одни в образовательной организации, а их направляют и ведут в течение первого времени работы. Члены жюри подведут итоги всех выступлений, после чего будет определен победитель в каждой номинации и участники, которые представят город на региональном этапе. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.